Оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили? Водопровод, телевизор, газовая кухня? Дети, вы хозяева лагеря. От вас что требуется, друзья мои? Истина! Всем привет, с вами Александр Усольцев и это Московские новости недели. Самоизоляцию продлевают до 31 мая. Официально мы теперь до 31 мая ходим только по пропускам, ездим только по пропускам. И не дай бог вас увидят где-то в транспорте или на машине без разрешения. Более того, с 12 мая у нас теперь обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте и вообще в принципе в общественных местах. В противном случае штраф 4000 рублей. И вот это вот интересный нюанс. То, что, ну, все знают у нас, слышали, как у нас спекулируют масками, антисептиками и перчатками теперь. К этому бизнесу решили, в общем-то, подключиться городские власти. Потому что, ну, а чего деньгам-то пропадать? Теперь у нас маски, комплект маска и перчатки продаются на некоторых станциях метро и обещают, что на всех будут станциях метро за 50 рублей. Окей, знаете, я не поленился полазить по форумам и что там писали, вообще по чем это все было и сколько это стоило до. И вот пишут, что, например, я бьюти-мастер. Два месяца назад и полгода назад и год назад маски стоили 120-150 рублей за упаковку 50 штук. 150 рублей за упаковку 50 штук. Кто-то пишет, что покупал упаковку по 30 рублей из 5 масок. Ну, а сейчас одна маска стоит, как вы понимаете, с перчатками 50 рублей. Ну, а если хотите маску отдельно, покупать 30. Нюанс в том, что вас просто не пустят в метро и оштрафуют, если вы будете без маски. Ну, а в автоматах маски появляются. При этом же у нас маски продают, а георгиевские ленты везде радостно отчитались чиновники, что у нас они раздаются. По-моему, в бухгалтерии опять что-то перепутали. На этой неделе Собянина привезли на ВДНХ и показали ему то, как сейчас выглядит 75-й павильон. А я напоминаю, что 75-й павильон это такой огромнейший комплекс выставочный, который сейчас, понятно, не используется никак, поэтому его переоборудуют в большой полевой госпиталь. Там делают перегородочки, и я не знаю, как это все будут заполнять персоналом, потому что уже студенты многие медицинских вузов, которые пытаются привлечь для работы в коронавирусные центры, начинают протестовать и отказываться. Ну, странно, но факт. Но при этом Собянин еще официально заявил, что в Москве уже около 300 тысяч заболевших. Вот такая грустная статистика. Самоизоляция продолжается. Ну, а из хороших новостей то, что Собянин пообещал, что воду горячую в домах не будут отключать до 1 июля. Можно предполагать, что... Рассчитывают, что может самоизоляция затянуться еще и на июнь. И в любом случае было сказано, что сфера услуг, а именно кафе и рестораны, будут открываться в самую последнюю очередь. Ну, в данном случае все как в переполненном трамвае. Кто первый зашел, тот последний вышел. А я напомню, что первыми закрылись даже не кафе и рестораны, а, например, у нас экскурсии отменились. И вообще любые мероприятия в туристической отрасли. Это было еще до того, как все сели на самоизоляцию, даже на рекомендованную самоизоляцию. Так что, ну, с одной стороны, хорошая новость. Мы в онлайне с вами будем каждый день делать в 20 часов стримы. Ну, как минимум еще до июля, я думаю. Поэтому спасибо всем за поддержку, кто позволяет нам оставаться на плаву и смотрит наши замечательные лекции со мной и с другими удивительными лекторами. При этом было сказано, что после 9 мая, после майских праздников, вновь начинают работу промышленные предприятия, стройки, ну, и различные строительные работы по городу. Ну, в общем, логично, потому что некоторые стройки не всегда остановишь, ну, а бордюры-то надо перекладывать. И вообще получается у нас такой идеальный город чиновника. У нас стройки строятся, бордюры перекладываются, штрафов полно, людей нет, никто не мешает работать, и никто дезинфекции вот эти бесконечные не заснимет, много их мало. Вот такая вот удивительная Москва и удивительная реальность, которую мы даже не могли представить еще полгода назад. Ну, и, конечно, самым главным событием этой недели является празднование 9 мая, Дня Победы. Город уже украсился к Дню Победы, везде вот красные знамена, различные баннеры, ну, их могут разглядеть только проезжающие мимо машины, ну, и те, кто вынуждены ездить на работу или работают на стройках или на каких-то предприятиях, которые не завершали свой рабочий цикл, пешеходов, потому что на улицах практически нет. Ну, только если в районах и как-то просачиваются они в парке. Но при этом у нас отменили парад, не будет сухопутной части парада, не будет, конечно же, парада войск, но будет воздушная часть парада. Уже многие видели репетицию и удивились то, что самолеты во время этого парада пролетали несколько по другому маршруту еще, и некоторые люди были удивлены впервые за всю свою жизнь увидеть в своем районе вдруг пролетающие самолеты. Почему так? Потому что в этом году самолеты, все летят, и вертолеты по той же траектории, через Красную площадь, влетают со стороны Ленинградки, вылетают с юго-востока Москвы, там разлетаются в разные стороны. Но четыре самолета, а это Ту-22 бомбардировщик, Ту-95 тоже бомбардировщик, и два самолета, это А-50 такой, с тарелкой разведки самолет, и Ил-78 заправщик, они разворачиваются над Чкаловским и какими-то кривыми еще дополнительно пролетают над теми районами, над которыми обычно самолеты не летали. Ну вот такой праздник. Единственная интересная вещь, по какой-то технической причине отменили пролет цифры 75. Цифры 75 не было уже над городом во время репетиции, на более ранних репетициях пролет цифры 75, очень красивый пролет, репетировали, но не знаю. Обещают, что к воздушному параду еще и дополнительно облака разгонят, так что погода у нас будет прекрасная, но выходить будет нельзя, потому что будут усиленные наряды Росгвардии, что уже было отработано на первых майских праздниках, 1-2 мая, когда над Лосиным островом, чтобы никто, не дай бог, там нелегально своей семьей не спрятался в лесу и не пожарил шашлыки, над Лосиным островом летал, ну такой дрон Росгвардии, летал вертолет и смотрели, выявляли нарушителей режима самоизоляции и к ним приходили патрули. А штрафовать их не могли на тот момент, но вот в этом карантине Шрёдингера, которой как бы нет карантин, но при этом как бы карантин фактически, там приходилось воздействовать разговорами и как-то нудеть, чтобы люди ушли на самоизоляцию домой. В этом году также в интересной форме проходит акция «Бессмертный полк», поскольку, опять же, нельзя ее провести очно, поэтому эта прекрасная акция будет, к сожалению, в этом году только в онлайне. По хэштегу «Бессмертный полк дома» призывают всех публиковать фотографии своих родственников, ветеранов, рассказывать историю, так что смотрите все по этому хэштегу, чтобы создавать себе в том числе такую какую-то атмосферу Дня Победы. И, конечно, у нас не отменялся салют, но, опять же, Собянин отдельно призвал всех не выходить, ни в коем случае не выходить на улицу. И, видимо, будут, опять же, усиленные патрули, которые будут перед салютом, перед десятью вечера ходить по улицам и всех загонять домой. Так что, если у вас виден салют из дома, то вам повезло. Если нет, ну, извините, но салют будет. В этом году фактически у всех школьников Москвы затянулись весенние каникулы, то есть которые медленно перейдут в летние каникулы. То есть, ну, учеба в самоизоляции, она все равно такая какая-то была неполноценная, то есть все равно там долго налаживали связь, и никак не получалось полноценно там проводить занятия. В любом случае, это, ну, не такие полноценные занятия были, как в школе. До 15 мая предписано всем школам проставить годовые оценки. После 15 мая, ну, это особенно касается старших классов, занятия будут проводиться, ну, конечно, в удаленном формате, но при этом отмечается, что их посещение носит факультативный характер. В этой связи, конечно, больше всего жаль старшеклассников, особенно выпускников, которые в этом году выпускаются, на которых все вот эти ЕГЭ и прочие экзамены, подготовка, никто ее, конечно, не отменял, но при этом вот эти все последние звонки и, похоже, что выпускные, ну, видимо, придется как-то тоже проводить в самоизоляции. Интересно, на проблему самоизоляции откликнулись студенты сначала высшей школы экономики, которые просто взяли и выстроили свое здание в Майнкрафт. К ним присоединились студенты Плехановского экономического университета, которые тоже начали строить свое здание в Майнкрафт и вроде как бы все выстроили. Кстати, по Плехановскому университету, старейшему экономическому университету страны, у нас был отдельный ролик по старому зданию, по новому зданию. Ну, новое здание идеально вообще строится в Майнкрафт Плехановского института. Ну, а еще физтех присоединился, ну как без физтеха тут? Но пока все в каких-то картиночках, но утверждается, что в высшей школе экономики даже преподаватели уже пришли в Майнкрафт и провели там часть занятий. Одни стройки возобновляют с 12 мая, а другие стройки вообще не прекращались. У нас как метро строилось и в годы войны. У нас целая лекция была вот буквально в четверг с Александром Поповым, известным как Русос. Можно посмотреть ее запись на канале. И сейчас строительство метро не прекращается. Так, например, показали, как строится сейчас большая кольцевая линия, ее восточный участок. И самое интересное там, ну уже это в принципе показывали, но сейчас прям совсем открыто и явно. Там, например, тоннели-проходческий комплекс «Победа». И сейчас, поскольку метро уникальная вещь, то есть сейчас сняли монополию только там с отечественных специалистов, поэтому сейчас метро активно, наше московское метро, строят китайцы. И в частности на этом тоннеле-проходческом щите видно и иероглифами написано, и внутри самого тоннеля-проходческого комплекса там написано какая-то там железные дороги, железнодорожная какая-то китайская компания, там логотип с жмучими друг другу руки, соответственно, партнерами, там красная-синяя рука. Ну в общем, мир, дружба, жвачка. И китайцы активно, несмотря на все там ограничения, все вот эти эпидемиологические ситуации, участвуют в строительстве метрополитена. Ну вот так, что метрополитен у нас все по плану идет. И показали, как с дрона строится сейчас огромнейшая стройка в Сокольниках. То есть если вы давно не были в Сокольниках, вы просто удивитесь, насколько там перекопали все. Видна огромнейшая вот эта вот, ну назовем это яма по-простому, в которой сейчас строится также сопряжение и станция Большой кольцевой линии. С 1 мая возобновилась и стройка на Павелецкой площади. То есть там строят такой подземный комплекс. Мы уже про него говорили, что такое, ну типа мини-зарядье будет, и пересадочный узел, внизу там много этажей, ну а сверху какая-то общественная зона. И с 1 мая там прям очень много нагнали техники, и очень-очень-очень активно идут работы. Так что, может быть, даже в 21 году его и сдадут. Ну а несчастный остров мечты, про который столько критики было, который открылся прям непосредственно перед вот этой эпидемиологической ситуацией, и который раскритиковали как с архитектурной точки зрения, так и с организационной точки зрения. Остров мечты пустует. Вот как раз вот, что надо было бы под коронавирусный центр переоборудовать. Но нет, просто там все закрыто. Немножко ветерок дул на этой неделе. Ну как немножко так? МЧС предупреждало, что там будут порывы ветра. И с этого острова мечты уже начала облетать обшивка. Вообще интересно, как вся эта ситуация повлияет на дальнейшую модель развития бизнес-центров и торговых центров в Москве. Потому что явно, ну сейчас все больше и больше людей начинает заморачиваться по поводу и личной гигиены, и социального дистанцирования, и прочего, прочего, прочего. И насколько люди, даже когда все отменят, будут сами возвращаться в эти торговые центры. Схожие опасения на этой неделе высказал и даже главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который сказал, что время крупных центров, торговых центров в столице, сочтено, что он на онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии» заявил, что скорее всего нас ждут сносы по России в целом, и в Москве в частности, больших торговых центров и их перерождение на какую-то более человечную застройку меньшего масштаба. И вот это действительно интересный момент, во все века, года, десятилетия кризисы действительно приводили к тому, что появлялись новые формы, и зачастую это приводило к некоторому даже оздоровлению экономики и городской среды. Самоизоляцию продлили до 31 мая, соответственно, автоматически продлили запрет на каршеринги также до 31 мая. Более того, мы каршерингом предписали часть своих машин, ну или все там машины, я уж точно вот сейчас не видел распоряжение, но убрать с улиц, не захламлять улицы города. На этой неделе появилось видео с дрона, где-то в Новой Москве, огромнейшее поле, уставленное просто битком машинами Яндекса, которые грустят в самоизоляции и просто лежат металлоломом каждый день, сжирая у оператора каршеринга, я не знаю, дикие миллионы, наверное. Вот уж действительно, когда быстро растущий бизнес был сразу же срезан на корню вот такой эпидемиологической ситуации. И во многом это странная ситуация, потому что в каршеринге все-таки объективно, если особенно ходить с дезинфицирующим средством, возможность заразиться гораздо ниже, чем в такси. Потому что в такси как минимум есть еще один человек, с которым ты сидишь меньше, чем полтора метра. И то, что к такси не относится режим этого социального дистанцирования, отдельно в указе отмечено. И при этом такси не дезинфицируется, наверное, каждые полчаса, а народ там в идеале постоянно сменяется, чтобы его не успевали просто дезинфицировать. Ну а напоследок, куда не пойти в эти выходные? Конечно, у нас каждый раз на сайте, по ссылочке внизу, делается целая публикация, куда в онлайне можно сходить и посмотреть что-то новое, что появилось. Там много мероприятий посвящено Дню Победы, конечно же. Целый список у нас, куда можно сходить на сайт и создать себе вот это настроение праздника, хотя бы без парадов и без походов, например, на Поклонную гору. И, конечно, хэштег «Бессмертный полк дома». Можно тоже пройти по нему, посмотреть по всем социальным сетям. Ну и, конечно, приходите на наши онлайн-экскурсии, которые ведутся в прямом эфире, в выходные, в 12 и в 20 часов. В этот раз у нас очень такие своеобразные экскурсии. 9 числа, конечно же, все будет посвящено Дню Победы. Обе онлайн-экскурсии буду вести я. В 12 часов мы поговорим о том, как делается парад. Я не понаслышке знаю, как делается парад, потому что я не только на многих парадах бывал, но был, например, на одном из парадов на нескольких репетициях и видел это, как выстраиваются на Хадынском поле, как из Кубинки вылетают. Сам летал на вертолете, с ним делал фотографии, сам разговаривал с участниками парада. И могу рассказать буквально по минутам, как происходит репетиция парада и как потом происходит парад. Это очень сложная военная операция. И вот всю кухню я вам расскажу в 12 часов 9 мая. Как делается воздушный, как делается отдельно наземный парад техники. Вечером в 20 часов в субботу я расскажу о том, как Москва переживала войну именно в бытовом плане. Как жили простые москвичи, сколько народа уехало, сколько приехало, как повседневная жизнь была устроена в городе, как там патрули ходили, как светомаскировку делали, что простой человек, живя в центре города или на окраине Москвы, видел, просто даже если не слышал каких-то новостей или сводок с фронта. Ну а в воскресенье в 12 часов у нас Александр Иванов. Это мы уже обещали эту тему. Топ офисных зданий до революции, назовем это так. Ну то есть про все конторские здания. Где самые крутые офисы были, как они работали, как офисная жизнь была до революции устроена. Где был Московский Сити, самый такой деловой центр города до 17-го года. Так что заходите, посмотрим архитектурные интересные здания и просто по быту поговорим. А в 20 часов воскресенья у нас великолепная Татьяна Воронцова с обзором фильмов о Москве, только иностранных. И там от совершеннейшей развесистой клюквы до иногда довольно интересных таких взглядов на Москву. Причем зачастую многое, то что снимали про Москву, снималось не в самой Москве. Ну в общем, лекция наполовину смешная, наполовину серьезная, наполовину даже местами грустная. В общем, заходите в 20 часов, увидите Москву глазами иностранцев, глазами голливудских режиссеров. Ну а здесь я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. С вами был Александр Усольцев. Всем пока. Да, ну и конечно напоминаю, что сразу после этого выпуска, если вы смотрите его в режиме премьеры в пятницу в 20 часов, сразу же после него я выхожу в онлайн, и мы эти новости еще больше обсуждаем, дополняем различными слухами, роликами, мемами, карикатурами и обсуждаем все в прямом эфире. Обычно это в 20, 20, 20, 30, а запись потом доступна, если вы смотрите этот ролик в субботу или в воскресенье или в другие дни. Всем привет, с вами Александр Усольцев и это Московские новости недели. Субтитры сделал DimaTorzok